МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Вынужденное новоселье. Почему воспитанники детского сада Харуты временно переедут в местную школу? Достать со дна речного. На Рейнмаре начались работы по подъему затонувшего буксира щелиюр. Диспансеризация в Ненецком округе за 6 месяцев текущего года выполнена на 55%. Как ее пройти и зачем она нужна? Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и председатель окружного избиркома Георгий Попов подписали сведения о численности избирателей, зарегистрированных на территории нашего региона. Так, на 1 июля текущего года их общее количество составило 34 012 человек. Из них 17 242 зарегистрировано на территории Нарьинмара и 16 770 на территории Заполярного района. В районе самое большое муниципальное образование по количеству избирателей – это поселок Искателей. В нем зарегистрировано 5 595 избирателей. Самое малочисленное – Антикский сельсовет. В нем на 1 июля всего 146 избирателей. По сравнению с данными, на 1 января 2019 года количество избирателей за полгода увеличилось на 217 человек. Добавлю, количество избирателей по всей стране пересчитывают каждые полгода. Сведения подаются в Центральную избирательную комиссию для учета всех избирателей в регистре избирателей России. Завершился период выдвижения кандидатов в парламенты самых крупных муниципальных образований Заполярного района и Нарьинмара. Конкурс на муниципальных выборах составляет 3,5 человека на место. По данным окружного избиркома, на 15 депутатских мандатов в городской совет претендует 71 человек. Из них от партии «Единая Россия» выдвинуто 15 кандидатов и 9 уже зарегистрированы. В партии КПРФ выдвинуто 12 кандидатов, 10 зарегистрированы. От ЛДПР документы сдали 14 человек и 6 зарегистрированы комиссией. Справедливороссы представили в муниципальный избирком документы на 8 человек, 7 зарегистрированы. В партии «Родина» и «Коммунисты России» выдвинули 6,5 кандидатов. Соответственно, ни один из них пока не прошел процедуру регистрации. В качестве самовыдвижения в комиссию представили документы 11 нарьинмарцев, 1 зарегистрирован. Выборы в Горсовет Нарьинмара пройдут по новой схеме по 15 одномандатным округам. В Заполярном районе на 16 депутатских мандатов выдвинулось 75 человек. Из них 23 кандидата представили документы по трем многомандатным округам. Так, в Западном округе документы сдали 5 кандидатов, а от партии и один самовыдвиженец. Количество желающих стать депутатами по избирательному округу «Восточный» на одного человека больше. Все семеро претендентов выдвинуты региональными отделениями партии. По искательскому многомандатному округу в муниципальный избирком сданы документы от 10 кандидатов, в том числе от трех самовыдвиженцев. Выборы в Совет района проходят по смешанной системе. Шесть депутатов избираются по трем многомандатным округам, десять депутатов избираются по единому избирательному округу. По единому округу Заполярного района выдвинуто 52 человека. Из них от «Единой России» 21 кандидат, от «КПРФ» 9 кандидатов. Коммунистами России представлено 8 претендентов, ЛДПР выдвинуло 6 кандидатов, Родина и Справедливая Россия 4 и 3 кандидата соответственно. Казачья партия Российской Федерации представила документы на одного претендента. В поселениях Неницкого округа, где проходят основные дополнительные выборы, на 18 мандатов претендуют 23 кандидата. Добавлю, срок окончания приема документов на регистрацию во всех муниципальных образованиях истекает в следующую среду, 24 июля. В Неницком округе продолжается подготовка к новому учебному году. На днях представители Департамента образования, культуры и спорта осмотрели образовательные учреждения Харуты. Особое внимание уделили детскому саду. Алина Ваучейская продолжит. Это ясная. За 10-10. 30 харутинских дошколят в этом году отпразднуют новоселье. Правда, вынужденные. Да и переезжают они отнюдь не в новый детский сад. Временным пристанищем для малышей и педагогов станет начальная школа. Здесь уже все готово к приему воспитанников. Покрашены стены, застелен линолеум. А вот в старом здании работы еще не початый край. Два корпуса 60-х и 70-х годов постройки в плачевном состоянии. Завершить ремонт должны к декабрю. Только подрядчика харутинцы не видели, не слышали. На телефонные звонки никто не отвечает. И сами не отзваниваются. Ну, во-первых, потеряно большое время по воде. Вот в этом вся и проблема. Завезет, не завезет, это, как говорится, скорее всего не успеют завести по воде. Ответственный за ремонт объекта сотрудник подрядной компании из Архангельска прибыл в харуту вместе с представителями окружной власти. Правда, внятно ответить на вопрос, когда начнутся работы и в какие сроки доставят стройматериалы, мужчина так и не смог. Пока предварительно договора достигнута, нас ждут. С кем? Честно, некомпетентно, потому что отделоснабжением занимается доставкой и всем этим. То есть информация, которая у меня есть, то, что горжа вот сроки до 18-го, груз они формируют на Архангельске, автомобильный транспорт, он идет до Печора, из Печора идет сюда. Давайте реально говорить, вы же не сделаете. Даже если вы завезете груз, что маловероятно, исходя из того, что говорят местные жители, сроков завоза, вы не успеете сделать сад. В среду, пожалуйста, передайте, чтобы план графика производства работ в днях был. Также в ходе рабочей поездки представители власти совместно с сотрудниками Госпожнадзора и Роспотребнадзора проинспектировали здание Харутинской основной школы, сельского дома культуры и библиотеки. В рамках подготовки к новому учебному году подобные выездные проверки будут проводиться в каждом образовательном учреждении. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», поселок Харута, Ненецкий округ. И в продолжение темы. Глава региона Александр Цибульский поручил взять на строгий контроль вопрос строительства и капремонта в социальных объектах в поселениях. Речь об этом шла на совещании губернатора с профильными заместителями Александром Лидером Натальей Сидоровой, Сергеем Боенко и главой администрации Заполярного района Олегом Холодовым. Предметом совещания стало подведение итогов поездки профильных ведомств и надзорных органов в поселки Индиго, Харута и Харивер. О результатах выезда губернатору Ненецкого округа доложила его заместитель, курирующий образовательный сектор Наталья Сидорова. Отдельного внимания, по ее словам, требуют капитальные ремонты дома культуры и школы садов Хариверии и Харуте. Подрядчик на этих объектах один. Архангельская компания «Стройгалерея». Александр Цибульский поручил главе администрации Заполярного района Олегу Холодову нести предложение по организации постоянного очного контроля за ведением работ. А при отсутствии активизации работы со стороны подрядчика глава региона поручил представить предложение о расторжении контракта по ремонту дома культуры в поселке Харивер. «Расторжение контрактов считаю крайней мерой. Оно в целом значительно отодвигает сдачу объекта. Но продолжать работать с теми, кто уже не раз подвел, мы не будем», – резюмировал губернатор Ненецкого округа, подчеркнув, что отдельным вопросом должен стать анализ процедуры приемки учреждения в Харивере в 2015 году, на капремонт которого сегодня Заполярный район вынужден тратить бюджетные средства. Что касается поселка Индиго, в рамках выезда делегации из Нарьинмара осмотрела строительство здания школы. По словам Натальи Исидоровой, объект строится в соответствии с графиком работ. Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому округу подвело итоги оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев текущего года. За это время раскрыто 279 преступлений, каждая пятая относится к категории тяжких и особо тяжких. Таким образом, регион занимает первое место по уровню раскрываемости преступлений в СЗФО и десятое в целом по стране. Количество преступлений против жизни и здоровья граждан в Ненецком округе сократилось на 34%, грабежей на 12%, угонов на 37%. Такие данные по итогам первого полугодия привел в своем выступлении начальник окружной полиции Олег Яковлев. Тем временем число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 10%. Особое внимание полицейские уделяют профилактике мошенничества. С 5 апреля по 14 июня в два этапа проведены профилактические мероприятия под условным наименованием мошенник, в ходе которого на территории всего региона осуществлен стопроцентный обход жилого сектора с проведением индивидуальных бесед, раздачей наглядных памяток с разъяснением наиболее характерных видов мошенничества и хищений, совершаемых на территории округа и Российской Федерации. В средствах массовой информации размещено 18 материалов по данной тематике. Несмотря на меры профилактики за 6 месяцев текущего года уже возбуждено 30 уголовных дел по статье мошенничества, в основном связанных с банковскими картами и социальными сетями. Что касается уровня раскрытия преступлений, то здесь округ занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе и десятое в целом по стране. Особую тревогу у окружных властей вызывает подростковая преступность. Как отметил глава региона, ее рост – повод для проведения серьезного анализа ситуации. Это, наверное, более опасная тенденция, поскольку это подрастающее поколение, которым уже сегодня закладываются определенные привычки к поведению. Этот рост не такой значительный, как в 2011-2013 году, как я посмотрел, но тем не менее, это тенденция, на которую надо начинать влиять. Мы с вами неоднократно и в рамках координационных совещаний обсуждали эти вопросы, говорили о том, что подход к профилактике подростковых правонарушений должен быть неформальным. Мы с вами должны понимать, что конечная цель нашего с вами работы в этом направлении – это судьба каждого из этих молодых людей, которые на самом деле еще принципиально могут измениться и могут изменить свое поведение. Отдельное внимание губернатор уделил вопросу о предоставлении служебных помещений для опорных участковых, уполномоченных в новых микрорайонах. С такой просьбой к окружным властям в ходе заседания коллегии обратился начальник окружной полиции Олег Яковлев. Соответствующее поручение я дал. Думаю, что он будет в ближайшее время решен. Мы изыщем возможность, как в новых строящихся домах, нам предусматривать помещение. Но со своей стороны мы эту часть работы готовы сделать. От вас мы просим, чтобы эти опорные пункты становились действительно эффективными точками, к которым могут прийти люди и со своими проблемами обратиться к участковым. Они оставались просто формальными помещениями, которые числятся за МВД, а на самом деле в полной мере не используются. В целом, говоря об итогах совместной работы окружной полиции и органов власти региона, Александр Цибульский обратил внимание, что показатели, представленные в докладе руководители управления, свидетельствуют о том, что проводимая в округе работа по профилактике правонарушений приносит конкретные положительные результаты. В Ненецком округе план по охвату населения диспансеризации за 6 месяцев текущего года выполнен на 55%. За этот период обследовались порядка 3,5 тысяч жителей региона. Выявить заболевания на ранней стадии и начать их вовремя лечить, а также узнать, предрасположенность к ним – основная цель диспансеризации. Как ее пройти, зачем она нужна и стоит ли вообще уделять этому время, смотрите в нашем следующем сюжете. Анкетирование, забор крови на экспресс-анализ, измерение роста, веса и артериального давления – с этого начинается первый этап диспансеризации. С этого года граждане возрасте от 40 лет и старше могут проходить бесплатные профилактические осмотры ежегодно. Ранее такая льгота предоставлялась только лицам предпенсионного и пенсионного возраста. Жителям России в возрасте от 18 до 39 лет полагается бесплатное медицинское обследование раз в три года. Дело это добровольное и, как отмечают специалисты, жители округа пока не торопятся проверить свое здоровье. Не очень активно идут наши жители, нам приходится работать с этим. Мы вызываем наших жителей, по телефону звоним, смски отправляем. Кто часто ходит в поликлинику, они более активно обращаются в кабинет диспансеризации. Пациенты отправляются как с приемов участковым и терапевтами, так и они самостоятельно приходят. Мнения пациентов разные. Кто-то считает данное мероприятие для галочки, на которое уйдет много времени. Остальные убеждены, что именно благодаря диспансеризации удалось вовремя обнаружить скрытые неполадки со здоровьем и начать лечение. По словам врачей, регулярно проходят обследования в основном пожилые люди. В среднем профилактический кабинет посещают в день до 20 человек. Потому что, знаешь, во всем здоровье, уже знаешь, какие-то у тебя проблемы есть. Чтобы вовремя выявить те болячки, которые у человека тайно есть. Я негативно отношусь к диспансеризации, поскольку врачи поверхностно делают свои обследования, а тратится очень много времени на это. К тому же сложно попасть к врачам в связи с неудобным графиком работы их. Первый этап диспансеризации завершается приёмом врача-терапевта, который определит группу состояния здоровья и группу диспансерного наблюдения. Если на этом этапе будут выявлены какие-то проблемы, он объяснит, что делать дальше, назначит дополнительное обследование. С начала этого года по итогам первого этапа более полутора тысяч человек направлены на лечение. Ещё 579 – на дополнительное обследование, не входящее в объём диспансеризации. Особенно важно ранее обнаружение онкологических болезней, ведь на начальных стадиях сегодня успешно лечится большинство видов рака. При диспансеризации мы выявляем такие факторы риска, как повышенный холестерин у многих, избыточная масса тела, ожирение, повышенный сахар в крови, повышенные цифры артериального давления. Мы даём здесь памятки населению, рекомендации какие-то, что касается питания, снижения холестерина. Диспансеризация позволяет выявить какие-то заболевания на раннем этапе, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни сердца, сосудов, онкология, потому что мы даём с 30 лет кровь на онкомаркеры. Диспансеризации с начала этого года охвачены и жители труднодоступных населённых пунктов округа. Так, врачами мобильной медицинской бригады обследовано 396 человек. Всего в поликлинике Заполярного района в этом году планируют осмотреть более 3,5 тысяч пациентов. 42% уже прошли обследование. Даже если человека ничего не беспокоит, надо периодически наведываться к врачу. Особенно сейчас, когда в результате резкого развития прогресса участились заболевания, связанные со стрессом, неправильным питанием, минимальной физической активностью. И поскольку регулярные медицинские осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, в этом заключается главный плюс диспансеризации. С начала этого года диспансеризация и профилактические медосмотры объединены, что удобно для некоторых категорий населения, в том числе и для будущих студентов. С недавнего времени у жителей региона есть возможность пройти диспансеризацию и в субботу. Сейчас мы стали работать по субботам, что удобно для населения, которые работают с понедельника по пятницу. В субботу могут прийти с 9 до часу. Здесь терапевт, можно какие-то жалобы, если есть, прийти к терапевту. Сюда можно экспресс-методом померить сахар, холестерин, ЭКГ. Работает гинеколог в субботу. То есть в субботу, в принципе, можно всю диспансеризацию и пройти. В Нарьинмаре начались работы по подъему затонувшего буксира «Щелье-Юр». Первый этап – подводное обследование. На протяжении двух дней водолазы осматривали дно и корпус судна. О результатах расскажет Алина Волчейская. Уникальные кадры, снятые на экшн-камеру. Погружение на дно к затонувшему буксиру «Щелье-Юр». Он ушел под воду еще в апреле 2015-го. Метр за метром водолаз исследует судно. Вот еще один люк в носовую надстройку. Сейчас, погоди, попробую открыть. Задача – оценить степень заеленности грунта в районе Качгартинской Курии. Кроме того, необходимо осмотреть герметичность отсеков затонувшего буксира. Подобравшись к трюму, водолаз обнаруживает первые повреждения корпуса. Дыра в трюм, но, видимо, и дом сломала, потому что это корнями выкорчевано. Вот диаметр 12 сантиметров, нерваная троя. В ходе работ было найдено еще несколько пробоин, в том числе вмятина глубиной 30 сантиметров и шириной более метра. Уже на земле водолаз сделает заключение. Исследование «Щелье-Юра» показало – изначальный план по подъему судна претерпит корректировки. Мы посмотрели, там есть повреждения, нанесенные в процессе эксплуатации, которые, ну, либо комплекс будет сварочных работ, который тоже очень дорогостоящий, очень много времени займет. Либо мы планировали изначально герметизировать и откачивать воду из него, то есть подавать воздух, откачивать воду. Но этот вариант вряд ли будет жизнедеятельен, поэтому мы будем поднимать судоподъемными понтонами. Вообще каждый судоподъем – это отдельная история, заявляют водолазы. Компания, которая провела работы по обследованию буксира, в этом деле далеко не новички. На счету петербургских специалистов – подъем военных кораблей и судов, затонувших во время Великой Отечественной войны. Поэтому после погружения под воду и осмотра буксира удалось определить более удобный и безопасный способ эвакуации «Щелье-Юра» со дна Качгартинской курьи. Существует определенная степень присасывания. Здесь елистые грунты. Но, соответственно, скорее всего, потребуется применение плавтехники, плавкранов вместе с разгружающими судоподъемными понтонами и вместе с герметизацией и откачкой поэтапных отсеков. Сейчас специалисты составляют подробный отчет о проведенном подводном обследовании, после чего начнется подготовка к непосредственному поднятию судна. Цена вопроса – более 6 миллионов рублей. Деньги, выделенные из окружного бюджета, ну а собственник судна, который по предписанию транспортной прокуратуры должен был самостоятельно проводить эти работы, по информации профильного департамента, скрывается. Тем не менее, решение пятилетней экологической проблемы наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе Телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...